Вот я включил, вот вы даже себе представить не можете, с кем я хочу вас познакомить, друзья. Это просто, это вооруженные силы СССР. И России, да. Это главный психолог вооруженных сил России, это же Феликс Бешкаравань. Это удивительный человек. Во-первых, он не курит. Сколько лет ты не куришь? 42. С одного дня бросил, раз, да. Во-вторых, он такой творческий человек, когда он меня туда готовит военный персонал ко входу в атомоход Курск. Да, на севере. На севере, о, как он командовал, я прямо когда с ним сижу, я прямо хочу сразу вот так вот, ну мудрый человек. Вы там так здорово работали. Потом Феликс привел меня к этому... Попов. Попов. Командующий. Командующий. Командующий Северного флота. Да, да. Да, и который сказал, что... Вот смотрите, что он сказал. Спасибо вам, что вы повысили нашу, как называется, вооруженность, боеспособность. Боеготовность. Боеготовность, да. И, короче, я ему говорю, давайте я вам сделаю. А он в понедельник госпиталь должен быть. Я ему говорю, давайте я сделаю. И я с ним работал несколько часов, иголки там ставил и все прочее. Короче, он в понедельник пошел на службу. На службу вместо госпиталя. Было такое, да. Да, было такое. И мне Попов тогда, это командующий, он мне тогда, значит, поблагодарил и подарил личный вымпел. Личный вымпел. Такой, ну, такой вот флажок, который у меня в центре на Таганке висел. Личный вымпел. Ну, вообще, очень интересный у нас был. А какие у нас там ребята были с нами? Да. И Курята. Курята, Кучер. Кучер, о, какие люди были. Саша, Царство Небесное, да. А там Феликс нас вводил в подводную лодку. И там, значит, лизишь там. Атомную подводную лодку. Атомную подводную лодку. Она стояла там, ну, как запасная, да, вот, как модель этого Курска, да, или как-то. Нет. Ее для Брежнева готовили, она двухпалубная, двухпалубная, представляете, и она там стояла, и мы туда лезли. Я просто удивляюсь, Феликс так раз-раз-раз и пролез, а я лезу-лезу, лезу-лезу, по этой лесенке, 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 лесенке. Лесенца труба, да. Да ни одна нету, а я тогда здоров еще был, и я в этой трубе, ну, как-то тяжело себя чувствовал. Ну, я лезу-лезу-лезу-лезу, раз вроде долез, а оказывается, только один этаж прошел. Оказывается, таких несколько. А потом, когда долез, ну, там вообще нас поздравил Феликс, что вот первый раз в подводной лодке руку пожали, потом он мне повел там, как это, по отсекам, и там был один отсек, такой удивительный, маленький отсек, и он сказал, а это комната психологической разгрузки, да, для подводников. А потом дальше повел, дальше повел, ну, это же, и там стеклянная дверь, и говорит, смотри, я смотрю за эту стеклянную дверь в этой подводной лодке, она до мной толще воды, смотрю, а там сотни, сотни, сотни вот таких блестящих штучек, и такое ощущение холода, и такое, как будто, вы знаете, как куда-то попал непонятно, какая-то чужая, какая-то такая холодная, стальная, такая никелированная, блестящая целая площадь, и он говорит, видишь, а это оказывается вот эти атомные штучки, стержинки. Мы не будем говорить об этом. А, мы не будем говорить об этом, нельзя. Ну, короче говоря, он говорит... Мы на комнате можем сказать, что комната психологической разгрузки, это могла погрузить матроса в домашнюю атмосферу, атмосферу деревни, города, улицы, и всё это. Но я хочу сказать вот о чём. Не о том, что там было, это нельзя говорить, и мы не говорим, а мы говорим о том, что ощущение. И он говорит, видишь, говорит, а я стою оторопевший такой. Он говорит, мощь государства. Это мощь государства. Да, да, это было, это вот, Феликс, пожалуйста, любите, жалуйте, уважайте, достойно уважения. Потому что я ещё потом медаль вручил за укрепление боевого содружества. Достойно, достойно было. Спасибо. Всё правильно, да. Спасибо. Поэтому и дружба наша с тобой продолжается. Многолетия, многолетия. Десятки лет уже. Десятки лет, да. Ну, вот же, Феликс меня сводил с разными структурами, где надо было психологическую поддержку сделать. Потому что главный психолог вооружённых сил, да, Феликс Бескаравайный. Вот, любимый мне друг. Спасибо. Спасибо, что я вас познакомил. Спасибо. Теперь вы будете знать, вся школа будет знать, почему главный психолог вооружённых сил в те годы знакомится со школой человек будущего, Homo Futurus. Потому что, как раз-таки, такие люди, душевно здоровые, психически здоровые, любящие свою работу, помогающие всем, как раз и спасали нас всех в трудных ситуациях. И наша школа, как раз-таки, предназначена для этого. До встречи, друзья. Правильно? Всего доброго. Да, да. Будем сотрудничать и дальше. Всего доброго.